Здравствуйте, дорогие друзья! За окном осень, пожелтели листья и идёт дождь. Настроение грустное. Но чтобы поднять его, я вас приглашаю к себе в гости. Вы увидите необычный дизайн моей комнаты. Он сделан в театрализованном стиле. Но сегодня я покажу только часть комнаты. Итак, приглашаю вас в гости. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на моём канале, а я Мария Великотная. И сегодня я хочу познакомить вас с импозицией, которая представлена на моей стене. Рассказывает, чем я увлекаюсь, что для меня в жизни важно. Импозиция сделана над диваном. И если посмотреть, вы увидите, что у меня здесь вот старинный шкаф у окна стоит. Вверху рок, привезён из Вьетнама. Центральную часть композиции занимает воротничок моей бабушки. Он очень красивый, кружевной. И я его решила оформить как картину, как память о бабушке. А под этой картиной располагается другая. Это пальмы. На фоне заката идут валы домой. Эта картина привезена из Вьетнама моим папой. Он работал во Вьетнаме. И вот он привёз оттуда картину. А на фоне картины вы видите вьетнамца. Он сделан из дерева. Стена, моя экспозиция, как бы разделена вот этими центральными картинами на две части. Левая часть оформила её в стиле шебешит. На правой стороны экспозиции классическая. Я очень люблю шляпы. И у меня в этой экспозиции представлено семь шляп. Четыре шляпы на самой верхней полке. И три шляпы расположены чуть ниже. Две шляпы вы видите. Одна цвета морской волны, другая сейчас модно с таким принтом санималистическим. И с этой стороны летняя шляпа из соломки. Это чешская соломка. И вторая в современном стиле. Мне делала дизайнер. Все шляпы, которые здесь представлены, я ношу. Здесь на картине перчат мои бабушки. Мы видим в правом углу красную шляпу. Если мы посмотрим в этом углу, то мы видим тоже красную шляпу. Левая композиция. Посвящена шебешик. И вы видите, у меня тоже здесь вот и воротничок, опять же, бабушкин. Портрет моей мамы вставлен в такую рамочку тоже в стиле шебешик с кружевами. Потому что для стиля шебешик присущи вот кружева. И чуть ниже на этой полке я принимала участие в дизайне выставки. И вот за эту выставку я получила вот эту награду. Здесь в основном картины и три шкатулки, которые я сделала своими руками с помощью докупажа. Ну а вот здесь слева от картины у меня три сердечка. Кофе красивых дам в красивейших шляпах. И на шляпе вот у верхней дамы видите цветы. Вот и вы видите ангелочек. Этот ангелочек с таким вроде как одуванчиком. И это на самом деле прикуриватель для труб. От этого одуванчика там фитилек вставлен. Горит огонек и можно прикуривать. А внизу у меня две шкатулки. Оформлены они с помощью кружев. Это сделаны из стеклянной баночки для баклажан. И вот вторая. На ней тоже кружева, которую достались мне от моей бабушки. У нее та крышка и бабушка. Вот видите, в верхнем правом углу. Фотография моего сына. И в этой же части расположены две картины, которые я сделала с помощью объемного докупажа. Для них я применила моделирующую структурную объемную пасту. Вот это одна из картин. И вторая картина. Я очень люблю театр. И театр занимает очень важную часть моей жизни. И поэтому самый нижний ряд начинается с двух программ. Первая – это программа «Красная» Мисс Сайгон. И дальше программа концерта Глена Миллера. А если мы посмотрим чуть еще левее, то увидим картинку. На ней изображен ангел, который уносит душу в рай. И это картинка моей бабушки. Она у нее с детства. Если мы еще левее перейдем, то увидим картинка такая состоит из трех акварелей, на которых изображены женщины во время танца. Разные моменты. Почему я ее повесила? Потому что я любила танцевать. Для меня это всегда было очень важно. И последней у меня висит программка «Красная» с третьего международного рождественского фестиваля музыкального, который проходил тоже в Доме музыки. И о театре говорят не только эти программы. Орлики, который сидит вот в красном костюме у красной лампы. Рядом вы видите маску фарфоровую. Кстати, по цвету вот эта маска и шляпа перекликаются между собой. Третья тоже такая же фарфоровая маска. Я убрала Орликина. Еще одна программка. Я забыла вам про нее сказать. Программка Венского штраус-фестиваля оркестра, который тоже гастролировал у нас в Москве. Ну вот, Орликин занял свое место. И мы переходим дальше. Вы видите, что у меня здесь стоит чашка. На ней фигуры женщин в красивых нарядных костюмах. Вот это стиль модерн начала 20 века. И фигурка женщины в шляпе. А рядом с ней располагается сумочка, которая мне перешла в наследство от моей мамы. Она сделана из натуральной кожи змеи. Лизина тоже из Вьетнама. Чуть-чуть выше мы увидим очень интересную картину. Никогда не думала, что Бах бывает таким веселым, потому что это реклама кофе. Не все знают, что первый кофейный рекламный ролик появился без малого 300 лет назад. И сочинил его великий Бах по заказу одного из кофейных домов. У него была большая семья. И он должен был зарабатывать много денег. Ну вот, в частности, кофейный контакт, он рекламировал кофе. Это небольшая вещь. Она идет около полчаса, может быть, даже чуть поменьше. Во время исполнения этого произведения артисты не только поют, но и готовят кофе. А потом они это кофе разносят посетителям. И в конце спектакль, когда заканчивается, вы можете посидеть и выпить этого чудесного, такого ароматного кофе. Слушаешь музыку, разносится по всему залу этот аромат. Как раз благодаря этой кофейной контакте познакомилась впервые с этим театром. Вот это вот здание Геликон-оперы. В верхнем левом углу афиша контакты времен Баха. А ниже ноты контакты. Я все это нашла в интернете. Уменьшила, распечатала, а затем состарила особым образом. Кофейную контакту мы слушали с моей подругой. И я, впечатленная этим веселым произведением, решила с помощью докупажа создать, ну вот, картину, которую вы здесь видите. Субтитры создавал DimaTorzok И, кстати, о том, что мы с ней пьем именно кофе, говорит не только большая чашка внизу, от которой подымается легкий дымок, но и обрамление картины. Этот чудесный орнамент я создала с помощью молотого кофе и клея. И от этой картины до сих пор исходит аромат кофе, навевая чудесные воспоминания. И хотела бы еще заметить, что в Гельконобере идет несколько таких вот вещей. Это не только кофейная контакта, но и крестьянская контакта тоже была написана для рекламы. Но там уже рекламируется пиво. Но вот пока такой картины я не создала. Вот каким был весельчаком и предприимчивым человеком Бах, которого публика знает, церковные музыки, созданные специально для органа. Для меня это не только оформление, декор интерьера, а для меня это мое сердце, мое пристрастие, моя любовь. Единственное, что я хотела дополнить, что подставкой для моих всех шляп служат светильники, которые купила в Икее, и которые очень дешевые. Они стоят около 140 рублей, по-моему, стоили. Они могут использоваться в ночное время еще и как светильники. Эту идею полок в дизайне стены я позаимствовала у французских дизайнеров. Там, правда, на таких полках была размещена коллекция раковин. Эти полки коллекции очень выгодно ее представляли. В основном был акцент на морские раковины. И теперь я смело могу утверждать, что оформление дизайна стен зависит не от кошелька, а от твоей фантазии, от идей и от твоих умелых рук. Будет продолжение моей экскурсии по комнате. Порвела свои шкафы, тоже докупажной росписью. И вы посмотрите, как это интересно сделано было. И все, конечно, в одном стиле, в таком театрализованном немножко. В общем, вы увидите. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова